Один из способов изменить к лучшему страшную статистику дорожно-транспортных происшествий – прививать культуру поведения на дорогах с раннего детства. Этим и занимаются педагоги и сотрудники ГИБДД в кружках и секциях юных инспекторов дорожного движения по всей России. Уже 10 лет самые отличившиеся мальчишки и девчонки приезжают во Всероссийский детский центр «Орленок» на специализированную смену юных инспекторов движения, где они не только отдыхают, но и оттачивают свое мастерство в ходе различных игр, занятий и соревнований. Подробности далее в программе. Спустя несколько лет после начала реконструкции на детском автогородке Всероссийского детского центра «Орленок» вновь демонстрируют езду без нарушений юные инспекторы дорожного движения. Здесь проходят этапы игры «Безопасный город» – основного мероприятия конкурсной программы. Мини-джип практически как настоящий. Три передачи вперед, одна назад. Полуавтоматическая коробка. Всего две педали – газ и тормоз, что облегчает задачу при прохождении трассы. На этом чуде техники можно развить скорость не более 45 км в час. Но скорость здесь не главное. Пропустить пешеходов, не забыть обозначить поворот, соблюсти разметку – основное для получения хорошего результата. Но и тут без ошибок не обходится. Не включил указатель поворота, когда мы отсюда выезжали. Потом, когда будешь на права сдавать, будет легче. Ты знаки знаешь, там будет проще проехать пешеходов, знаешь, как пропускать, где остановиться, перед стоп-линией. Там все. Ну, все как бы знаешь, где как надо сделать все. Специализированная смена юных инспекторов дорожного движения уже десятый год подряд проходит во Всероссийском детском центре «Орленок». Организаторы – главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. За все время существования движение «ЮИД» воспитало несколько тысяч законопослушных граждан. Само движение «ЮИД» – это уже большой итог работы. То, что оно действует, растет из года в год. Для примера, только в одном городе Краснодаре у нас порядка 1260 детей, которые постоянно занимаются именно в «ЮИДовском движении», постоянно занятия проводят. Помимо этого, общаясь, например, со своими сверстниками, они также их обучают правилам дорожного движения уже опосредственно. Даже общаясь с родителями, они и то напоминают им, что не надо нарушать правила дорожного движения. Там, папа, пристегнись, мама, не переходи улицу на красный сигнал светофора. Тимур из Казани – гуру фигурной езды на велосипеде. Следующего этапа игры «Безопасный город». В общество «ЮИД» своего города пришел три года назад. За это время принял участие во многих конкурсах. Путевка в Орленок стала для него и ребят из его команды подарком за победу во всероссийском конкурсе «ЮИД» 2011 года в Тюмени. Но это еще не все достижения команды «ЮИД» из Казани. В том же году на 26-м Европейском образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации по изучению и соблюдению правил дорожного движения ребята защищали честь России и стали победителями. В Европейском конкурсе «Россия» принимает участие 2002 года. И впервые за 10 лет становится первой. Конкурс оказался не сложнее всероссийского. Только вот подарков не дали, признались ребята. Зато в Париже побывали. На всероссийском конкурсе присутствует такая дисциплина, как медицина, оказание перед врачебной помощи. На европейском конкурсе этого нет. И на всероссийском конкурсе какие-то призовые места поощряются подарками, а на европейском уже нет. Там считается то, что дети стремятся не из-за подарки выиграть, а вот именно знать правила дорожного движения. Практика без теории невозможна. Если не знать правил дорожного движения, то ходить по улицам опасно, не говоря уже о передвижении на каком-либо транспорте. Сдача экзаменов ПДД – обязательный этап конкурсной программы. 14 интерактивных вопросов ситуации, 25 минут на каждой. Тут, как и на дороге, нужно быстро сориентироваться и принять решение. Разница лишь в безопасности. Здесь ребятам ничего не грозит, а на реальной дороге каждая ошибка может стоить жизни. С первого по восьмой вопрос. Это вопросы по правилам проезда перекрестков. Так как произошел такой обмен опытом, думаю, даже уменьшится детский дорожный транспорт, травматизм. Ну и среди взрослых, я думаю, тоже, потому что мы проводим профилактическую работу также среди взрослых, среди водителей и среди взрослых пешеходов. Конкурс и сама смена завершается. Дома в своих регионах ребят ждут младшие товарищи. Братишки и сестренки, и, конечно, родители. Тем, кому юные инспекторы дорожного движения еще раз расскажут и напомнят о важности соблюдения нескольких десятков таких простых, но таких важных для каждого из нас правил дорожного движения. И если им удастся тем самым спасти пусть одну жизнь, это уже огромное дело. Анастасия Николаева, Дмитрий Гришин, телеканал Орленок ТВ.